Как изменится цена, если сначала ее увеличить на 50%, а потом уменьшить на 50%? Совершенно замечательная задача. Вообще, тут будет еще несколько подряд похожих задач на так называемые сложные проценты. Что бывает, когда вы величину на какие-то проценты увеличиваете, потом уменьшаете? Вот это один из простейших и очень понятный и важный случаев. Смотрите, пусть товар вначале стоил 100 рублей, после увеличения на 50% он стал стоить 150 рублей. Но когда вы уменьшили на 50%, то вы уменьшили на 50% не от исходной цены, а от этой половины от 150 и 75, значит он стал стоить 75 рублей. Давайте запишем это для любого величина. Что это значит, если была величина Х, увеличить ее на 50%? Значит, к Х надо прибавить половину Х. Или то же самое, умножить Х на 2. А что значит уменьшить на 50%? Значит, разделить на 2. Вы должны 3 вторых Х разделить на 2. Понятно, что получается 3 четверых. Чтобы здесь приглядеться, то вот эта буква Х здесь не очень важна. Важны следующие числа. Единица, 3 вторых. То есть, вот это и есть в полтора раза больше, чем единица. И 3 вторых умножить на 1 вторую, потому что уменьшить на 50% это то же самое, что взять половину от числа. Это 3 четверых. Отлично. Вот есть еще похожая задача. Множимое увеличили на 50%, а множитель уменьшили на 50%. Как изменилось произведение? Так, ну смотрите. Вот было какое-то произведение. А умножить на 50%. А умножить на 1 вторую, умножить на 1 вторую, умножить на А, умножить на 3 четверых. Значит, осталось 75% от произведения. Так, ну и давайте еще одно. Произведение трех чисел равно 1000. Первые два со множителя увеличили на 10%, а третий уменьшили на 20%. Чему равно произведение трех полученных чисел. Давайте сначала, например, 10 на 10 на 10, это, конечно, 1000. В задаче сказано, первые два со множителя увеличили на 10%. Получились числа 11 и 11. Последние уменьшили на 20%. Уменьшение на 20% значит было 10, число стало 8. Отлично. Это что такое? Это 121 умножить на 8. То есть, получился ответ 968. Заметьте, пожалуйста, меньше, чем 1000. Правда, вы скажете, что я взял конкретный пример. А нужно в общем виде. Да, пожалуйста. В общем виде. Был произведение каких-то трех множителей. А, Б, С. Какие-то числа. А умножить на Б, умножить на С. Давайте запишем. 1,1А умножается на 1,1Б и на 0,8С. Можно переставлять умножители, как хочешь. Поэтому это получается. 1,1А умножить на 1,1А умножить на 80. Умножить на А, Б, С. Но А, Б, С это же как раз 1000. Здесь я могу зачеркнуть А, Б, С. Написать вместо этого 1000. 1000 это 10 на 10 на 10. Поэтому получается 11 на 11 на 8. То есть, то самое число 968.